Сексуальный маньяк и тагильский сиделец красной утки 13-й зоны для бывших силовиков, 44-летний экс-торлей ДПСник по имени Артур, в полосатом жезле которого, к слову, в свое время было спрятано шило для устрашения молоденьких жертв серийного насильника, в одном из районных судов Нижнего Тагила смог вымучить смягчение остатка своего тюремного срока. Суд заменил его принудительными работами, с чем категорически не согласилась прокуратура и свой протест отправила в областной суд. Жертвами маньяка-сирийщика за 4 года стали 27 молодых женщин, которых нынешний тагильский колонист выслеживал в лифтах и в подъездах домов. Иногда он тыкал им в спины то самое шило, которое выкручивалось из гаишного жезла, иногда пугал жертв обычным кухонным ножом. По версии следствия, бывший старлей, выходивший на сексуальную охоту, как правило, по выходным, ездил на черном крузаке, примечая симпатичных женщин. 8 из них он изнасиловал, еще 18 под угрозой острого предмета склонил к извращенному оральному сексу. 9 раз его спугнули, а последняя жертва, 32-летняя женщина в 2009-м смогла отбиться от насильника и даже помогла составить фоторобот-злодея. Но до пленения сирийщик успел заразить несколько своих жертв венерической хворью. И слухи о маньяке, орудующем в Подмосковье, несколько раз не давали спокойно спать молоденьким женщинам. В июле 2011-го насильник по этапу попал в тагильскую зону на 13 лет и 10 месяцев. Но уже через 5 лет за примерное поведение его перевели в камеру облегченного режима. Извращенцу и это показалось мало, и он завалил суды прошениями об УДО. Все это продолжалось 4 года. В этом насильнику удалось выбить принудительные работы. Прокуратура считает, что уголовник по-прежнему общественно опасен, и его послушание возможно лишь под строгим контролем администрации колонии. К слову, свое первое сексуальное нападение на женщину с ребенком маньяк совершил в 16 лет. Получил тогда год условки и попал на учет в психдиспансер. Позже он несколько раз лечился в клинике, что не помешало ему, как полагают по блату, устроиться в милицию. Хотя, согласно выводам психиатра, насильник страдает так называемым смешанным расстройством личности и сексуального предпочтения. Все это, по мнению врачей, ему передалось от нервной матушки. Более того, Артур вниманием барышень не был обделен. Двух женщин он бросил сам, а у третий от него ребенок. При этом он частенько навещал проституток. Одним словом, сексуально многогранный гражданин. Ничего не скажешь. Продолжение следует...